Я попытаюсь все-таки объяснить, что такое Экигай, как он случился на Окинаве, почему именно на Окинаве возник такой особый образ жизни и как они к этому пришли. Почему я беру на себя смелость говорить от имени окенавцев о корнях Экигая, о том, как он возник, ну, наверное, я не побоюсь, по крайней мере, я вхожу точно в пятерку людей, которые бывали на Окинаве из россиян больше всех. За последние 13 лет я был на Окинаве почти 48 раз, не почти, а 48 раз. Я как-то ради интереса посчитал, за 13 лет я провел на Окинаве почти 2 года. Ну вот, если суммируется всем ревизит. Могу честно сказать, что если бы я побывал там 2-3 раза, то я бы сейчас здесь не стоял и, скорее всего, не смог бы об этом явлении рассказывать. Окинавцы, как всякие, на мой взгляд, азиаты, люди, которые пропускают в себе достаточно тяжело, и чтобы стать там своим, чтобы они начали перед тобой раскрываться, нужно потратить время, нужно потратить силы, и самое главное, нужно доказать им, что ты тоже обладаешь своим утигаем. То есть нужно доказать им всего лишь, что ты искренне любишь свое дело, что ты ему предан, и что ты являешься носителем тех ценностей, которые они испаривают. Самое поразительное, что со мной начали разговаривать как сраным на Окинаве после одного события в моей жизни, когда я, скажем так, резко эту жизнь поменял. Дело в том, что на рубеже примерно 40 лет я совершил поступок, который вот с точки зрения современного российского, особенно московского общества, считался бы, наверное, не очень адекватным. Я оставил, на мой взгляд, достаточно успешную карьеру в журналистике на тот момент. Я был генеральным директором крупного издательского дома. Пришел я к этому, к этой должности своим долгим путем. Я занимал позиции зам генерального директора издательского дома, главного редактора, начинал с корреспондента. То есть с точки зрения формальных показателей я сделал достаточно успешную карьеру. И вот где-то в возрасте около 40 лет я вдруг четко осознал, что я, во-первых, занимаюсь не своим делом. Ну, то есть, почему не своим? Потому что мне просто не нравится то, чем я занимаюсь. Я приходил в офис как на каторгу. То есть мне приходилось себя заставлять ходить на работу, мне было неинтересно, я не горел тем, что делаю. Но самое страшное даже не в этом. Я в какой-то момент, и вот это стало переломной точкой, я вдруг четко осознал, что те замечательные глянцевые издания, которые выпускает мой издательский дом, никому не нужны. Ну, то есть, абсолютно. Все, что я делаю, это я произвожу некую интеллектуальную жвачку, которая не приносит абсолютно ничего людям, которые, к сожалению, ее покупают, и уж тем более ничего не приносит мне с точки зрения удовлетворения от своей собственной работы. И в тот момент я осознал еще одну вещь. Я осознал, что на протяжении многих-многих лет, это лет с девяти моего возраста, у меня в жизни параллельно существует другая жизнь. И эта другая жизнь, она связана с деятельностью, которая, собственно, с точки зрения общества, да, она не является престижной, она не обещает приносить много денег. Это не то, о чем говорят в компании успешных друзей, когда один твой друг говорит, что он бомбир, второй друг говорит, что он успешный бизнесмен, а ты говоришь, а я тренер Пократа. После этого, как правило, на тебя смотрят с жалостью. И тем не менее, я чувствовал, что я в этом хорош, и что я людям, которые приходят ко мне заниматься, даю намного больше, чем читателям той макулатуры, которую мы на тот момент производили. Что я могу людей, ну, если не изменить, то показать им верную дорогу, в каком направлении выйти. Я не знал тогда еще, что такое экигарь, я не знал, что существует такой стиль жизни, но я интуитивно чувствовал, что у меня есть в жизни дело, которое может стать моим предназначением. И причем я этому делу уже на тот момент уделял больше внимания, чем моей основной работе. Ну, то есть, приходя на свою основную работу и садясь за компьютер, я там писал статьи, набрасывал книгу, и, как вы понимаете, все это не про издательский бизнес. И вот наступил момент, вот этот момент был в моей жизни переломным, когда я решил быть честным самим собой. И в приступе вот этой честности я признался себе, что мне нужно что-то в этой жизни менять, потому что иначе дальше депрессия, плохое самочувствие и скорболитная смерть – это алкоголизм. Вот. Поэтому я пришел к моей супруге, замечательной, любимой. Она на тот момент была беременна нашим ребенком. Представьте себе эту картину. По-моему, на седьмом или восьмом месяце. То есть такая серьезная беременная. Я пришел к ней, сказал, что я хочу бросить работу и открыть клуб боевых искусств. Эта замечательная женщина сказала, хорошо, бросай работу и открывай клуб боевых искусств. Вот. Я не знаю, почему она так тогда сказала. Мне, я до сих пор, у меня есть такое подозрение, что это все-таки влияние глубокой беременности и некая эйфория происходящего. Но, тем не менее, вот это очень важный момент, который повлиял на все остальное, потому что, и, конечно, если бы не ее поддержка, вряд ли я решился бы на этот шаг. И, опять же, все было не так замечательно, да? Я бы, конечно, сейчас хотел сказать, что я такой весь себя герой белых доспехов, который обнаружил свое предназначение, щелкнул пальцами, изменил свою жизнь и пошел по новому пути с города поднятой головой. Чтобы вы просто понимали, опять же, про значение близких людей, о чем мы будем сегодня еще говорить, где-то через три месяца после того, как я уже открыл клуб, он заработал, у меня случился кризис. То есть у меня была формальная истерика. Я вдруг осознал, что я совершил, как мне казалось, страшную ошибку, что надо все вернуть назад. Я, опять же, прибежал к моей дорогой супруге, стал говорить о том, что мне нужно срочно вернуться на работу, найти хоть какую-то должность, пусть ниже, а занятие каратэ – это все несерьезно. на что она, опять же, находясь в глубокой беременности, очень спокойно мне сказала, уже нет, да? Уже не находясь в глубокой беременности, очень спокойно мне сказала, что, знаешь что, дружок, ты шаг сделал, теперь будь добрым, дойти до какого-то логического финала. А вот потом будешь истерить и решать, по-моему, как бы, стоило это того или нет. Так вот, если говорить формально, то в возрасте 40 лет я обрел то, что называется, как раз, свой икигай, да? И вот здесь очень важно понимать, что что такое икигай для человека, который не живет на Окинаве и не живет в обществе окинавском, да? То есть, что такое было обретение икигай для меня? Это был мучительный процесс, это как рода. Потому что, представьте себе, что такое икигай Окинаве, да? Вот сейчас в фильме Николай Короевин замечательно говорил, что икигай записывается иероглифами, один из которых обозначает ценность, а второй может переводиться, то есть, он переводится как жизнь, но чтобы вы понимали, в японском языке, вернее, в окинавском языке, учи-нагучи, которая называется, и мы тоже будем об этом сегодня говорить, в окинавском языке есть порядка 12 иероглифами, которое записывается в слово «жизнь». И вот конкретно данный иероглиф записывается двумя знаками, один из которых можно перевести как стремление быть первым или бороться, а второй — гармония. стремление быть первым или борьба и гармония вместе составляют значение жизни. То есть, икигай — это ценность, которую дает жизнь в стремлении к гармонии. Если говорить проще, то икигай окинавы — это жизнь, вот я для себя придумал определение, на мой взгляд, очень красивое и умное, это жизнь в потоке своего предназначения. Почему я вот в фильме говорил, и я все время говорил о том, что очень важно понимать, икигай — это не хобби. Очень часто меня спрашивают, какую книгу я могу посоветовать почитать по икигай. Никакую. Я познакомился со всеми литературными шедеврами на тему икигай, которые на сегодняшний день вышли на русском или английском языке, и могу совершенно четко сказать, что это попытка взять достаточно серьезное культурное явление чужое, переработать его в некую, так сказать, жвачку, да, и предложить на продажу, завернув красивую упаковку. Как правило, действительно, все эти книги, несмотря на их, так сказать, наукообразность, сводятся к одной единственной мысли. Ваша жизнь — дерьмо, вы ненавидите свою работу, каждый раз, собираясь на эту самую работу, вы находитесь в состоянии лютой депрессии. Ничего страшного. Заведите себе хобби, и у вас случится счастье. Так вот, это так не работает. Потому что если вы заведете себе даже самое замечательное хобби, вы все равно будете ходить на работу, которую вы ненавидите. Поэтому очень важно понимать, что икигай, икинавы — это представьте себе человека, который однозначно занимается тем, что он любит. Вот по-настоящему любит. Вот он кайфует от каждого дня, проведенного, ну, назовем это на работе, да, или в работе. То есть для него вообще не существует понятия работы. Для него не существует понятия ходить на работу и отбывать на ней какое-то положенное количество часов. Он просто живет в этом деле. Живет постоянно и круглосуточно. Он засыпается мыслями об этом деле, просыпается с мыслями об этом деле. И он становится суперпрофессионалом в этом деле, потому что он все время в этом деле думает и все время развивается, он все время ищет новые решения, он ищет новые знания, потому что ему это в кайф. Это самый большой кайф в его жизни. Такой человек, например, никогда не... Почему акинавцы еще очень тяжело к себе подпускают? Да? Не потому что они такие прям закрытые ребята и скрывают какие-то секреты. Потому что это часть акигай, которая говорит, что человек, который пребывает в состоянии акигай, не будет общаться с людьми, которые ему неинтересны. Вот не будет. Просто задумайтесь, как часто и как много мы в этой жизни общаемся с людьми, которые нам неинтересны, просто потому что масса. Да? Ну вот надо. По работе надо, да? С чиновниками, с руководством, ну и так далее. Здесь можно подключить фантазию. Представьте себе, сколько таких людей нас окружают. А теперь представьте себе жизнь без них. Представьте себе, что вы сами выбираете с кем общаться. Всегда. Без исключений. Да? То есть вы так организовали свою жизнь, что вы общаетесь только с теми, кто вам по-настоящему интересен. И живете только с теми, кого вы по-настоящему любите. Дай Бог, чтобы здесь все были такие. Я верю, что если вы уже сюда пришли, вы уже почти такие. Но я вот часто люблю рассказывать историю. Я ее рассказывал, здесь есть люди, которые были в Ярославле. Я там тоже ее рассказывал. На прикладной каталоге рассказывал, кто был. Она такая яркая, что я еще раз ее расскажу. Это вот по поводу анти-икигай. У меня есть знакомый, был вернее, сейчас мы давно уже не общаемся, поразительный человек. Он каждый раз, когда в компании друзей немножко выпивал, он говорил одну и ту же фразу про свою жену. Он говорил, вот бы она умерла. И при этом, когда ему говорили, что вдруг мы, ну а есть же развод, можно же расстаться. Он говорил, нет, так сложно, геморройно. Лучше бы она умерла. Это бы решило все вопросы. То есть представьте себе состояние человека, который живет не просто с нелюбимым человеком. Он живет с человеком, который ему противен, который ему омерзительно. Он ему смерти желает, но он с ним живет, потому что он не хочет ничего сделать в своей жизни. Он не хочет сделать вот тот, ну, в рамках глобального, так сказать, хочется сказать нецензурное слово, но вот того, что с ним происходит в жизни, да, вот в рамках этого глобальной неудачи, которая его постигла в личной жизни. Это же совсем маленький шаг, да, пойти и развестись. Но человек этого не делает, потому что он боится. Он боится осуждения близких, он боится тех последствий, которые будет иметь, он боится слез своей жены, которую он ненавидит, но слезы это же так раздражает. Так вот, человек, который живет внутри Кигай, он живет в глубоко организованной жизни. Он живет в жизни, которая вот это все, да, считает лишним. То есть, еще раз, это человек, который занимается любимым делом, причем он не занимается любимым делом, тоже плохой глобол, он живет в любимом деле. Это человек, который общается с людьми, которые ему глубоко интересны, и это человек, который рядом с собой видит только того, кого он по-настоящему любит, ценит, дорожит. То есть, его окружает вот такой гармоничный мир, да? Вот, казалось бы, это же почти идеал, да? Почему так получилось, что мы с вами живем в таком негармоничном мире, а вот окинарцы живут вот так? И причем только окинарцы? Еще к тому же они живут дольше всех на земле. Из 100 человек, живущих на окинаре, 25 по средней статистике перешагивает возраст 100 лет. 25 человек из 100. Остальные в среднем доживают до 90. То есть, средняя продолжительность жизни на окинаре, внимание, 93 года. Это самый высокий показатель в мире. Да, можно говорить про воду, про питание, про физическую активность, причем самое прикольное, что это все тоже часть окинарского икигая. Но в центре отношение к жизни. В центре такой образ жизни, который позволяет фактически избегать серьезных стрессов. Но как так случилось? На мой взгляд, корни возникновения икигай лежат в истории окинарцы. Поэтому сейчас в ближайшие полтора часа я буду рассказывать историю окинарцы. Кстати, я могу. Я не буду этого делать. Кто захочет, я даже целую книгу на эту тему написал. Называется она, правда, не история окинара, называется она «Неизвестная каратэ». Но если вам будет интересно, ее еще можно приобрести. Вот. Там более подробно. Сейчас я большими мазками, потому что я остановлюсь только на тех событиях, которые важны в понимании того, как это происходило. Итак, в 12 веке на окинаре сложилось нормальное, качественное, феодальное общество. То есть, как в любом качественном, нормальном феодальном офисе, там были феодалы, которые назывались Анзи, у них были замки, которые назывались Гусуку, да, все как положено. Ну и, естественно, все эти феодалы Анзи с удовольствием резали друг друга, так сказать, закапывая очередного неудачника под стенами догорающего Гусуку. Таким образом, к 14 веку на окинаре сложилось три больших центра. Собственно, и в 1350 году правителем одного из этих центров становится такой князь, которого звали Сату. Сату – это очень заметная фигура в истории окинары, потому что он, собственно, сделал своеобразную политическую революцию. С точки зрения, знаете, 90-х годов в России, когда три пангруппировки не могли поделить территорию, руководитель одной из этих пангруппировок принял, собственно, правильное решение. Он пошел и нашел самую большую пангруппировку и попросился к ним. Самым большим государством в этом регионе на тот момент самым сильным был Китай. Сату принял совершенно простое и, вместе с тем, логичное, очень правильное решение. Он обратился к оператору Китая и предложил ему все окинарно на подносе. То есть он сказал, что он готов привести окинару в вассальную зависимость от Китая. Окинару будет платить Китаю дань и, собственно, за это он попросил только одного, чтобы ему дали некую вверительную грамоту, подписанную из печати китайского императора, что он является его представителем. Авторитет китайского императора был настолько велик, что Тата очень быстро объединил окинару своей рукой, перебив тех, кто был несогласен и усмирив тех, кто был согласен. И в результате окинару фактически с 14 века становятся провинцией Китая. Да, окинару очень долго, на протяжении 600 лет была фактически китайской территорией. Причем настолько фактически, что даже сегодня Китай постоянно предъявляет официальные ноты Японии, требуя вернуть окинару. То есть у них окинару это такие же спорные территории, как у нас Курил с Японией. Вот. Значит, чтобы понимать, насколько окинара была китайской, она формально являлась самостоятельным королевством. Называлось это королевство Рюкю. И в этом королевстве, естественно, был король. Если король умирал, то, если в любом нормальном европейском государстве ему наследовал его, так сказать, наследник, если он был, то на окинаре все проходило не так. Там, как у нас сейчас в России, губернаторов назначали, а у них назначали короля. То есть китайский император короля назначал. Когда умирал предыдущий король, приезжал специальный посланник китайского императора и привозил с собой официальный документ, которым назначал окинавского короля. Это была абсолютно китайская провинция. В 1407 году королем Окинавы становится король-реформатор Сюсин, который провел грандиозную военную реформу, построил так называемый жемчужный путь, это сеть крепостей, нам важно понимать, почему он это сделал. То есть только-только окинава пришла к некому миру и пониманию, как на нее обрушилась новая напасть. Это были японские пираты Мако, которые на тот момент очень много неприятностей заставляли. Важно понимать, что такое Мако. Мако это не наши европейские пираты, когда как мы здесь представляем по фильмам и мультфильмам, наверное, корабль с черным флагом и костями плывет по морю, потом нападает на торговое судно, грабит его и все у них сложилось хорошо. Мако это полноценные военные формирования, которые в составе многих, то есть фактически это флот, которые нападали на большие территории, то есть на города, да, грабили их, разоряли, уничтожали, но как бы, то есть пираты Мако для Акинавы это было то же самое, что для древней Руси печеники, да, то есть пришла рога всех пограли, вот примерно то же самое пираты Мако. Очень долго Акинава страдал от этой напасти, но в 77 году спум король Сусин смог более-менее так сказать справиться с этой бедой и Мако с этого момента перестают быть существенной проблемой. Вот вроде бы опять же наступает время мира, но в 17 веке в силу исторического анекдота на Акинаву происходит вторжение японского самурайского плана Сатсума, да, то есть вторгаются японские самурайи. почему я говорю что в ходе исторического анекдота потому что это было правление Топугава Ильясу Сёгуна объединители Японии если вы знаете дело в том что клан Сатсума это знаете это были такие ну как бы я сейчас говорю без национального окраса да, чтобы просто понять начало 2000-х представляете опять же в России да, это Чечня да, то есть проблемный регион горцы с ними надо договариваться то есть если всех остальных покорили и покорили они сидят по своим замкам да, и ничего как бы не возражают а вот Сатсума это вечная проблема мало того что они были страшно воинственные мало того что они еще были хорошо вооруженные многочисленные да, поэтому с ними приходилось постоянно договариваться и Сёгун договаривался он откупался от них он придумывал для главы клана Сатсума какие-то совершенно красивые титулы назначал его на какие-то замечательные должности и вот представьте себе один момент когда приходит советник Сёгун и я что-то пугал к нему и говорит слушай Сёгун вот опять Сатсум забунтует он говорит что же делать может им заплатить он говорит казна пустая может ему должность какую-то назначить он говорит должность и закончить он говорит давай им придумаем какую-нибудь должность и советник говорит давай а давай назовем его властитель тысячи островов он говорит вообще звучит красиво давай И они отправляют на полном серьезе, они отправляют главе клана Сауцума официальную грамоту Сёна о том, что он назначается, так сказать, хозяином тысячи островов. А глава клана Сауцума был очень буквальный человек. Он получил грамоту и попросил принести карту. И нашел объединение островов, которое называлось Королевство Рюкю. Так пальцем бегло посчитал, меньше тысячи, но с чего-то надо начинать. А здесь Сёдуму и Ясу Тагугаву приходит еще одна замечательная мысль. Он говорит, а давайте отправим Сауцумцев на войну в Корею, может их там всех перебьют. А если не перебьют, присоединим Корею, в любом случае мы в плюс. И, соответственно, вслед за грамотой тысячи островов летит почтовый голубь с грамотой о том, что пора на войну. А что делает нормальный, так сказать, князь, когда им его просят отправиться на войну? Он начинает собирать своих вассалов, чтобы вместе с ними на эту войну пойти. Поэтому король Акинавы, который не в курсе вот этого всего, да, получает письмо, где от него требуют поставить под копье некое количество вооруженных людей и отправить их на войну в Корею. Поскольку король Акинавы был совершенно не в курсе всех этих припятий, он употребил это письмо по назначению и забыл про него. А зря. После того, как Сауцумцы потерпели нехилое поражение в Корее, то, что от них осталось, решили заехать на Акинаву и спросить, почему, собственно, это письмо проигнорировали. Случилось знаменитое первое сражение за Акинаву, в результате которого акинавцы дали Сауцумцам очень мощный отпор, настолько мощный, что они все-таки дошли до королевского замка, они захватили даже в плен короля, но это была первая победа, потому что потери, которые самураи принесли во время этой битвы, были настолько велики, что им пришлось договариваться. В результате Акинава, вот мы возвращаемся к Икигай, становится Труфаддина, слугой двух господ. Потому что с этого момента они начинают платить дань японцам, но продолжают платить дань китайскому императору, потому что японцы запретили говорить китайскому императору о том, что они платят дань японцам, потому что доход от торговли с Китаем был настолько велик, что с этого момента дань Акинавы с Сауцумцам составляла примерно 50% бюджета этого огромного японского клана. Представили себе ситуацию? Маленькое государство, которое находится на пересечении торговых путей азиатских, то есть Акинава географически расположена идеально, с этой точки зрения у них все очень хорошо, они разосоединяют Тайвань, Китай, Малайзию, Индонезию, то есть они находятся на пересечении всех торговых путей, у них есть только один минус, они маленькие, и им приходится договариваться. С этого момента Акинава становится вот таким своего рода Турфордина, продолжается это до 1879 года, когда после революции Мэйдзи в Японии, собственно, в Японии новый строй, и новое японское правительство принимает решение, что хватит этому бардаку продолжаться, они аннексируют Акинаву и присоединяют ее к Японии. С этого момента Акинава становится в префектуре Японии, и это приводит к еще одной колоссальной проблеме, с которой Акинавцы столкнулись в 1945 году уже. Этот маленький несчастный народ, который все так или иначе на протяжении всей его истории рвали на части, становится заложником совершенно колоссальной военной операции, которая носит в истории Японии название Тэцунуамы, Тэцунуамы, это «Железный дождь», в истории европейской она называется «Битва за Акинаву». Дело в том, что на Акинаве, чтобы вы понимали, с Акинавы практически не было призыва в японскую армию, потому что Акинавы-то японцы присоединили, но Акинавцев они считали людьми второго сорта. До 1956 года на Акинаве, на отелях и хороших, построенных японцами, ресторанах, как в кино, висела табличка «Окинавцам вход запрещен». То есть, Акинавцы были не люди. Они были полукитайцы, а для японцев полукитайцы это до сих пор очень плохо. Они остались теми националистами, которые были. Просто сейчас они в красивых костюмах и сутках. Так вот, на Акинаве нет акинавских военных, там есть только мирное население. Но на Акинаве базировался штаб военно-морского флота, именно потому что Акинава очень географически удачно расположен. Дальше происходит следующее. К Акинаве подходит совместный флот англо-американский, начинается бомбежка и обстрел Акинавы, которая длилась 5 дней. И, собственно, именно из-за этого эта штука в истории Японии называется «железный дождь». За это время со стороны союзнических войск, это уже когда пошла сухопутная операция в том числе, со стороны союзнических войск, то есть американцев и англичан, погибло во время битвы за Акинаву 38 тысяч человек. Со стороны японских военных 100 тысяч, много, много. Со стороны мирных окинавских жителей 150 тысяч человек. Если примерно в масштабах, вроде цифра небольшая, особенно для нас, страны переживших все ужасы Великой Отечественной войны, но все зависит от того, от кратности. 150 тысяч человек на тот момент, это треть населения всей Окинавы. Причем это все были мирные жители. На Окинаве не осталось ни одного исторического памятника. Все исторические памятники, которые сегодня есть на Окинаве, это воссоздано. То есть весь остров являл собой могилу, выжженную пустыню. И вот в этих условиях этим людям без помощи японской митрополии, потому что, помните, их за людей не считают, они расходный материал на тот момент. К тому же просто не до них, потому что Япония оккупирована американцами. И в этих условиях им приходится выживать. А они уже умеют выживать, потому что у них в историческом опыте вот эта вот постоянная способность находить контромисс. И таким образом у них было всего лишь два выхода. Они могли вымереть вообще, и тогда Окинавы населили бы, наверное, этнически японцы, и сейчас это был бы другой остров, либо выжить. И выжить им помогла определенная сила духа, да? То есть в условиях жуткой разрухи, в условиях голода, в условиях совершенно неприспособной к жизни возникла такая штука, которая называется Муай. Муай стала плодотворной почвой для появления Икигай. Муай – это то, что делает для нас с вами жизнь в Икигай, попытку жить в Икигай, крайне сложной, если вокруг нас нет Муай. Изначально Муай возникла как группа людей, которые объединялись для выживания. То есть они делились едой, они делились, если у них были деньги, деньгами, они делились водой, они делились одеждой, они делились всем, что у них было, для того, чтобы выжить. И постепенно вот это вот сообщество соседей, назовем его так, перерастало в нечто большее. Оно перерастало в социальную среду, которая максимально дружелюбно настроена к каждому ее члену. На сегодняшний день Муай – это центр социальной активности любого окинавца. Если вы попадете когда-нибудь на Окинаву, я надеюсь, что вы попадете, первое, что вам бросится в глаза, может быть, не первое, но второе точно, это огромное количество крохотных баров. Огромные. Вот на каждом квадратном месте некоторые из этих баров похожи на скорую руку сколоченные сарайчики. Некоторые получше, но их огромное количество. Как правило, это барчики на 3-4 столика. Или это вообще одна стойка с 5 стульями. Это бары Муай. Если вы попали на Окинаву, вы можете тоже туда зайти. Вас никто никогда оттуда не выгонит. Это очень забавный экспириенс. Но на вас будут смотреть удивленно, потому что это бары, которые организуют члены Муай для того, чтобы общаться друг с другом, проводить вместе время и делиться своими проблемами, делиться информацией. То есть для того, чтобы существовать внутри Муай. Самое главное достижение Муай заключается в том, что поскольку, если мы вернемся к истории возникновения, почему они возникли, очень важен был факт присутствия внутри Муай человека с очень сильным внутренним духом, с очень сильной волей к жизни. И такие люди в то время, когда речь шла о выживании, становились лидерами Муай. Понимаете, да? То есть люди, которые могли вселить надежду, которые могли прийти к людям, которые уже эту надежду потеряли и поделиться своей надеждой и заставить их жить. Вот в буквальном смысле заставить. И эти люди становились лидерами Муай. И так сложилось, что это происходит и до сегодня. И так возникла благодатная почва для появления стиля жизни Экигари. Потому что в Муай сегодняшнем, как и в Муай того времени, и это абсолютно серьезно, и это не попытка окинасов показаться лучше, чем другие, да? Это просто исторический факт. Лидером Муай, самым уважаемым человеком внутри социальной группы Муай, считается человек, который живет в состоянии счастья. А живет он в этом состоянии счастья, потому что он занимается любимым делом, общается только с людьми, которым он интересен, и живет с любимым человеком. У него есть для этого сила духа, да? То есть представьте себе общество Окинавы, и это абсолютно серьезно, где успех в жизни вообще не оценивается по тому, сколько у вас денег, и какой вы занимаете пост, и сколько у вас власти. Вообще! То есть, и это, как бы, это происходит ненатужно, это не такая, не монашеская аскеза, просто так сложилось, что успех в жизни оценивается градусом личного счастья. И вот это вот общество, оно и породило стиль жизни Икигай. Когда человек, рождаясь в этом обществе, живет в мире ценностей, когда он с детства начинает стремиться не к тому, чтобы заработать как можно больше денег и на них купить себе счастье, а он с детства начинает стремиться к тому, чтобы быть счастливым. Вот это по-настоящему круто. А почему у иероглифа Гай есть значение оружия или бороться? Вот это очень долго для меня оставалось непонятной темой, а потом я ее понял, настолько понял, что даже не то, что пытался, а выделил ее в отдельный курс. Вот здесь есть люди, которые были на моем семинаре, посвященном прикладной конфликтологии, да? Вот фактически весь курс, который я назвал прикладная конфликтология, он построен на значение иероглифа Гай, да? На значение иероглифа жизнь со значением война, да? Дело в том, что внутри понятия Гай есть такое понятие внутренний враг, да? И этот внутренний враг это единственное, самое сильное, естественное препятствие на пути обретения счастья. такой небольшой интерактив. Скажите, пожалуйста, в этом зале поднимите, пожалуйста, руку те, кто никогда в жизни не совершал ни одного поступка, за который ему стыдно. Где вы, святые люди? Ни одного? За который стыдно было не было. Это второй раз в моей жизни. Я вас искренне с этим поздравляю. Но хотя бы я один, я не могу про себя это сказать. У меня энциклопедия поступков, за которые мне стыдно. Весь мой путь этими поступками услан. И в принципе они, наверное, сделали меня. Так вот, если мы обратимся ко всем людям, кроме этой замечательной девушки, которые не подняли руку и которые делали поступки, за которые им стыдно, скажите, пожалуйста, вас кто заставлял убить? Ну, то есть, я к чему спрашиваю? Вот скажите честно, был рядом какой-нибудь мерзавец, который нашептывал на ухо «Сделай этот поступок». «Сделай, тебе понравится». А не было? Не было. Я своим ученикам часто привожу пример. На самом деле, это замечательные люди, которые у меня тренируются, их здесь много в зале, я их искренне люблю, потому что они придают моей жизни смысл, но иногда они не приходят на тренировки. Как правило, для неприхода на тренировки бывают две причины. Первая – умер, вторая – неважная причина. Так вот, и мы с ними об этом говорили, такой интерес, у меня то же самое, на самом деле. Я же тоже иду на ту же самую тренировку. Вспомните, как вы давали себе обещание заниматься спортом, иностранным языком, саморазвитием, чем угодно. Вспомните, да? Теперь вы пришли на первое занятие спортом, иностранным языком, саморазвитием. Даже пришли на второе. А потом вы сидите у себя на работе на третьем занятии и просто на секунду допускаете мысли. Просто на одну секундочку. Может, не хотели? И ваш мозг с пулеметной скоростью начинает предлагать вам варианты. Вот такие отмазки. Одна лучше другой. Прямо тут работает на это, да? Есть такой момент. Так вот, опять же, вот эти отмазки вам предлагает вы сам. То есть, нету никого другого. Есть только вот тот самый внутренний засранец, извините за мой французский, да? Мне очень нравится это понятие, которое портит нам жизнь. Так вот, этого внутреннего засранца можно вырастить до огромного размера. Вот у акинастов он очень маленький и они легко с ним справляются. Почему? Потому что они рождаются и растут в гармоничном обществе. А теперь вспомните мою историю, да? Когда я до 40 лет занимался разной фигнёй, которая мне не нравилась и, собственно, не доставляла никакого удовольствия. При этом у меня была параллельная жизнь. В этой параллельной жизни я занимался тем, что мне нравится. Представляете себе человека, живущего двумя жизнями. Такой когнитивный диссонанс. Вот между этими двумя жизнями и вырастает вот этот внутренний засранец. Чем больше у вас раздрай вот этот жизненный между вашими истинными желаниями и действительностью, чем больше вы руководствуетесь в принятии решения о том, чем вы будете заниматься заработком и карьерным ростом, а не тем, что вам по-настоящему нравится, тем больше и лохматий вырастает у вас внутри этот внутренний засранец, тем больше ошибок он вам подсказывает и тем больше, так сказать, ошибок вы совершаете. Так вот, самая главная задача икигай это с ним справиться. Самая главная задача икигай это победить вот этого внутреннего засранца. Я прям себя процитирую, мне очень нравится. Жизнь, состоящая из одних компромиссов с собой и уступок к собственным слабостям, приправленных самыми убедительными причинами и оправданий, способна пройдить лишь пустые и сожалениям. Собственно, и теперь еще один момент, он прям проистекает вот от этой борьбы с внутренним засранцем, почему на окинаве еще есть понятие, то есть, есть икигай, а есть чикаро икигай, сильный икигай, да? Вот, например, обладателями очень сильного икигая считаются мастера каратэ. Для тех, кто не знает, окинава это родина. То есть, то, что вы знаете под названием каратэ, это произошло с окинавой, да? Как, опять же, я всегда говорю, каратэ это самый пострадавший, наверное, вид изиновости, потому что все, что про него люди знают, это чушь. Вы же все уверены, да, что каратэ это японский вид по имени. Нет. Это как у моего учителя, Морио Фигаона сэнсэя, которого вы видели в фильме, которому 80 лет, у него есть его учитель. Он жив, бодрый, до сих пор тренируется, ему 97 лет. И, соответственно, он однажды отправил меня к нему потренироваться, для того, чтобы я, так сказать, проникся духом истинного каратэ, познакомился с великим мастером. А он такой очень нетолерантный дедушка, потому что современные окинавцы, они уже толерантные. Современные это вот, которым 80, молодые. Они уже такие, японцы тоже люди, с ними тоже можно общаться. А этот человек, которому 97 лет, он первое, что меня спросил, он говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, каратэ. Он говорит, каратэ занимаются японские обезьяны, а ты занимаешься то-те. А то-те это название каратэ на окинавском языке. Я говорю, хорошо, сенсей, то-те. Он говорит, а знаешь, почему японцы обезьяны? Я говорю, нет. Он говорит, потому что они наше движение украли, а понять не смогли. Вот, как обезьяны. Это вот такое отношение к окинавцев, старых, к японцев. Так вот, собственно, почему носители каратэ являются обладателями очень сильного икигай? Потому что сильным икигай считается тот, когда человек себя посвящает не какому-то делу, которое, оно такое коллапсировано, оно замкнуто, то есть представьте себе человека, который, например, на Окинаве очень развит о кончатном искусстве. Окинавская керамика, она считается знаменитой во всей Японии, во всем мире, и там есть истинные мастера керамики. Люди, которые делают произведения искусства, настоящие произведения искусства. И все. А есть люди, вся жизнь, которая посвящена не тому, что они производят законченное произведение искусства, они делают людей. Они делают людей, которые обладают икигой. Но делают здесь, наверное, не совсем правильное понятие, они направляют этих людей. Так вот, считается, что люди, которые приходят в традиционное окинавское карате, они приходят за тем, чтобы найти силы для поиска своего икигой. Почему? Потому что окинавское карате, его главная задача, они делают людей, я их называю, они делают людей целыми. Дело в том, что внутри каждой традиционной системы боевых искусств есть упражнение, которое все полностью посвящено тому, чтобы научить человека объединять свое тело в едином центре и из этого центра этим телом управлять. А теперь самое интересное. в азиатской культуре под телом подразумевается вся совокупность качеств человека. То есть, если, например, мы знаем, что в японской, в западной культуре очень часто мы встречаем тело название, например, в английском «бади». Так вот, слово «бади» производят от древнегерманского «ботов». «Ботов» — это «бочка». Поэтому в европейской культуре тело — это сосуд для духа. Еще очень часто тюрьма для духа. То есть, задача — это никак не связанные вещи. В традиции азиатской тело и дух неразрывно связаны. Например, сердце считается хранилищем разума, печень считается хранилищем души, бочки считаются хранилищем силы в углу. То есть, в азиатской культуре телесное и духовное неразрывно связаны. И все системы воспитания человека, такие, о которых я говорил, которые посвящены объединению человека в едином центре и действованию человека из этого единого центра, они всегда говорят о том, что человек становится цельным не только телесно, но и духовно. То есть, он становится целым. Он находит еще проще. Настоящая цель традиционных боевых искусств не в том, чтобы научить одного человека причинять боль другому человеку. Это дополнительный бонус. Основная цель это помочь человеку найти точку опоры. А вот что он потом с этой точкой опоры сделает, это уже зависит от того, в каком обществе он живет и куда он дальше идет. Поэтому люди, обладающие сильным окигай, это мастера каратэйка Будо, а еще люди, обладающие сильным окигай, это учителя танцев традиционных на окигай, потому что там абсолютно та же самая история. У нас сегодня как минимум один человек был, который открывал вот это событие на Шетер-Провин. Это без сомнения человек, который обладает сильным окигай и его задача это менять людей. У нас в конце нашего мероприятия будет мега сильный человек, который обладает сильнейшим окигай. Я безумно счастлив, что этот человек здесь. Поэтому мы как раз сможем узнать о том, что сильный окигай это не только боевое искусство. Буквально два слова. Я не буду сильно останавливаться на этой вещи. спорте. Я говорил, что окинавцы живут дольше всех. Дело в том, что и так же я только что вам сказал, что телесное и духовное неразрывно связаны. Огромное значение в системе жизни в окигай занимает уважительное отношение к собственному телу. Окинавцы исторически так сложилось, что окинавцы живут в состоянии естественной заботы о своем теле. Начинается это с питания. Окинавская кухня опять же уникальна. То есть есть такое понятие на окинавском языке Кусуимун полезная пища. Сам принцип питания называется Нэшигасари это еда как лекарство. Причем они тоже очень важно понимать они не сидят на диете. Они не худеют специально. На окинаве нет толстых людей. Вообще нет. Ну вот по определению. Они просто вот так питаются. Они вот так живут. То есть они живут в мире сочетания продуктов которые исключительно полезны для здоровья. Помимо этого все без исключения окинавцы занимаются видами физической активности. Как правило это карате кабудо или народные танцы. Например в городе Наха недалеко от Нахи есть Додзе Додзе это место для занятий боевыми искусствами клуб карате там занимаются дедушки не моложе 80 лет. То есть моложе 80 лет туда не пускают. Вот там самому старшему по-моему 103 года а самому младшему соответственно 80 лет. Вот такой клуб для занятий карате до него еще дорасти надо. Молокососом ход воспрещен. Молокососом ход воспрещен. Кстати по поводу молокососов тоже очень интересно. Я чуть-чуть забегаю вперед просто это должен быть следующий слайд я только про него скажу потому что он более логично вытекает раз уж возник вопрос о молокососах осталось совсем немножко. на Акинаве совершенно особое отношение к возрасту и это тоже очень важно понимать. Дело в том что на Акинаве существует традиция причем она опять же очень естественная ненатужная никто так сказать специально ее не придерживается она просто есть. Дело в том что на Акинаве мужчина считается внимание совершеннолетним взрослым в 60 лет он в 60 лет проходит специальный обряд посвящения очень смешной его одевают в такую распашонку похожую на детскую приводят в храм и его посвящают в мужчины причем это настолько неформальный подход чтобы вы понимали у меня вот например есть знакомый мастер каратэ ему 50 на тот момент когда мы с ним общались было 57 лет он очень амбициозный дядьки он страшно злился он говорил мне 57 лет я всю жизнь занимаюсь каратэ я такой мастер я могу кирпичей наколоть в вагон я столько посвятил развитию каратэ я столько сил приложил а меня эти деды за пивом гоняют не дают с собой за один стол садиться вообще никогда со мной разговаривать и ни во что меня не стали это на полном серьезе то есть вот существует такой геноцид по возрастному лет 60 ты не взрослый с тобой никто не будет серьезно разговаривать а теперь представьте себе на минуту нашу реальность мне в следующем месяце 50-го года примерно с возраста 45 мне начали говорить о том что ну что дружок старость не загорает а когда мне стукнул полдинник то есть мне в принципе уже рекомендуют к земле привыкать вы зря смеетесь у нас общество программирует нас на старость это на полном серьезе то есть я живу сейчас я отбрыгиваюсь от этой атмосферы я защищаюсь от нее но это очень трудно сделать потому что я живу в окружении информационном когда мне постоянно говорят чувак тебе 50 пора подумать о душе ну то есть все жизнь закончилась нет она только начинается с точки зрения акинацев я сосунов которому еще расти и расти 60 они становятся взрослыми 88 это возраст совершенной мудрости как приятно да дожил до 88 все мудрый это программирование на совершенно определенные вещи и я вот искренне верю в то что в рамках этого программирования человек чувствует себя совсем по другому и последний момент на котором я хочу остановиться это есть такое понятие окинавский язык дело в том что окинавский язык это не японский язык то есть на окинаве существовал свой язык сейчас он не существует это еще один пример геноцида японцев по отношению к окинавцев когда окинава стала префектурой Японии японцы стали очень агрессивно насаждать японский язык например когда детей насильно из окинавских деревень свозили в японские школы то есть они обязаны были учиться в японских школах естественно когда маленькие дети попадали в эту школу они не говорили часто на японском языке особенно когда они были из далеких деревень им на грудь вешали табличку на двух языках на окинавском и на японском где было написано я собака которая не умеет разговаривать на человеческом языке и эту табличку снимали с ребенка только тогда когда он начинал говорить на японском языке таким образом японцы добились того что на сегодняшний день окинавский язык мертвый на нем говорят как правило либо очень старые люди либо люди которые занимаются каратэ потому что он остался внутри в системе то есть вся терминология окинавского каратэ она на окинавском языке так вот в окинавском языке есть такой глагол чебыриё очень похожий глагол есть в японском языке гамбатэ но он не носит такую категоричную окраску глагол чебыриё уникальный его уникальность заключается в том что представьте себе они одним словом говорят следующее чебыриё это приложить все возможные силы для достижения поставленного результата даже если у тебя нет надежды что эти силы себя оправдают так вот у них для этого есть один глагол представьте себе культуру и народ где вот это все выражается одним глаголом и они его постоянно используют то есть когда человек приступает к какому-то делу они ему говорят чебыри и это нормально то есть и это тоже на мой взгляд программирование очень серьезное программирование а еще в окинавском языке есть понятие шимейджурасан которое является на мой взгляд прямым продолжением глагола чебыриё и которое переводится как недостижимое совершенство то есть шимейджурасан это то к чему должен стремиться любой человек который стал на пути кигай то есть представьте себе вы счастливые люди вы обрели свой кигай то есть вы нашли свое предназначение и живете внутри своего любимого дела да теперь ваша задача прийти к пониманию шимейджурасан то есть шимейджурасан это постоянное стремление к совершенству которое невозможно достичь то есть вы каждый день совершенствуете себя в выбранном деле приняв как аксиому что вы никогда не достигнете некого абсолютного совершенства в этом деле то есть вся ваша жизнь будет одним сплошным путем к этому совершенству которое недостижима то есть таким образом и кигай становится такой штукой которую можно назвать вечный путь это мой сенсей на кинавском карате который вы видели вы видели там человека с ужасно набитыми руками да это он он очень любит говорить что я буду тренироваться в карате до самой моей смерти когда я умру я в виде призрака вернусь в донзи и буду продолжать тренироваться дальше это конечно шутка но с одной стороны а с другой стороны это вот как бы некий показатель того что такое отношение к кигай и последнее что я хочу сказать очень важно понимать все вот эти многочисленные курсы книги которых сейчас очень много в интернете и на полках книжных магазинах они говорят вам жить в кигай не сложно да просто сделайте свой выбор и живите в нем я вот последнюю книгу прочитал она вообще была фантастическая она как бы то есть с точки зрения этой книги прийти к кигай это было следующее найди свое хобби питайся здоровой пищей и занимайся физкультурой все и кигай случился да нет на самом деле вы должны понимать как бы вам не нравился этот образ жизни его экспорт на чужую почву задача достаточно трудоемкая в первую очередь потому что это чужая почва вспомните то что я рассказывал атинасы рождаются в этой культуре живут внутри нее она для них естественная мы живем в другой культуре у нас другие критерии успеха в жизни другие у нас люди вы рождаетесь не в муае вы рождаетесь в окружении людей которые с детства начинают вам внушать некие концепты этой жизни нашей да некие критерии успеха сколько молодых людей поступали в институт на юристов экономистов мечтая стать художниками и артистами да ну условно ровно под влиянием того социума в котором они росли да у нас нет муаи для того чтобы обрести якигай в этих условиях вы должны найти свою точку опоры вы должны найти свой муаи хотя бы в своих близких с поддержкой которых это невозможно и вы должны иметь огромную силу воли и победить своего внутреннего врага потому что в случае который например произошел со мной это было серьезное решение это был личностный кризис из которого я вышел таким образом чему я невероятно счастлив поэтому экспорт икигай на чужую например на нашу почву задача очень непростая но безумно интересная потому что хочу закончить последней фразой которая наверное самая главная на окинале говорят путь к оврентению икигай самое великолепное приключение в жизни это даже круче чем обретение самого икига спасибо большое на этом мое выступление на заканчивании спасибо